В годы Второй мировой войны произошел скачок технологий и появилось много новой техники. Так у немцев был знаменитый Маус. Американцы разработали атомную бомбу, а британцы в это же время создали танк, который выпускал лучи, которые лишали зрения солдат-врага с большого расстояния. Как работали машины и насколько эффективными они были, смотрите далее в этом видео. После победы над Францией в 1940 году руководство Германии определило следующую цель для захвата — это была Великобритания. Поэтому неудивительно, что британские военные искали способ, как защититься от десанта, и особенно, что можно противопоставить немецким танкам. Одной из наиболее необычных разработок стали прожекторные машины. Разработчиком необычного оружия считается Альберт Виктор Марсель Мицакис. Этот британский офицер сконструировал рабочий образец нового прожектора и предложил установить его на танк. По замыслу разработчиков, супермощная световая установка должна была применяться в ночных боях. Луч света, направленный прямо на противника, дезориентирует его, не дает прицеливаться. А чтобы источник света не был поврежден, его спрятали за броней. В 1942 году новинку представили американским союзникам, среди которых были генералы Эйзенхауэр и Кларк. Те настолько заинтересовались, что разработали собственную версию осветительного устройства. Новые башни с секретной начинкой собирали в условиях строжайшей секретности в разных уголках страны. Главным оружием танков была угольная дуговая лампа. В дуговой лампе светит электрическая дуга, которая появляется между двумя угольными электродами, которые постепенно испаряются. Свет фокусируется большим вогнутым зеркалом, а используя несколько зеркал, получает прожектор. Питается установка электроэнергии от генератора мощностью 20 кВт. Световая установка была основным оружием танков. В башне размещался оператор, который нацеливал прожектор, и командир, функцию которого, помимо всего прочего, входила замена перегоревших угольных ламп. Для этого у него были толстые асбестовые перчатки. Также на прожектор можно было поставить красные и синие светофильтры, создать инфракрасную подсветку. Несмотря на необычную концепцию, танки оказались не столь успешными, как ожидалось. Из-за засекреченности проекта лишь немногие командиры на поле боя знали об их существовании. По той же причине прожекторные танки не включались в стратегические планы. Тем не менее, известно о нескольких операциях с успешным применением этих танков. Во время битвы при Ремегане 13 танков М3, оснащенные прожекторами, осветили стратегически важный мост Людендорфа через реку Рейн. Благодаря морю света американцы могли простреливать весь мост, а немцы не смогли незаметно подкрасться и его подорвать. Как заявляют свидетели, операция не удалась бы, будь это обычные прожекторы. Они были бы уничтожены в считанные секунды.